Всем привет! Сегодня попробуем изготовить вихревую трубу. Кто не знает, это такое устройство, работающее на сжатом воздухе, которое разделяет исходный поток на два, холодный и горячий. Как работает эта трубка, толком никто не знает, но это не мешает нам попробовать сделать такую. Никакой методики расчета нет, но есть химетрические параметры уже исследованных труб. Я решил делать что-то похожее на шестой вариант с четырьмя соплами. Правда трубка у меня немного больше, но я пропорционально увеличу остальные размеры. За основу возьмем алюминиевую трубку. Внешний диаметр 10 мм, внутренний 8 мм. Рекомендуемая длина должна быть 33 внутренних диаметра трубки, а это примерно 270 мм. Чтобы сопла плавно сужались, будем использовать конический гравер. Нужно просверлить этим гравером отверстия так, чтобы сжатый воздух выходил по касательной к внутренней поверхности трубки. Тогда внутри должен образоваться вихрь, в котором и происходит вся эта магия воздуха. Сделать такие отверстия вручную в таких маленьких размерах очень сложно, но у меня есть поворотная ось. Хотя работать на ней я буду тоже, можно сказать, вручную. Сначала попробуем на коротком куске трубы. Управляю я сам из клавиатуры. Подъехал к граверам в нужное место и теперь можно обнулить все координаты. Теперь потихоньку засверлился и обнулил значение координаты Z. Алюминий металл мягкий, поэтому пришлось доработать сопло-иголкой. Ее диаметр как раз подходит. Сопла у нас 4, значит нужно повернуть патрон на 90 градусов. Для этого нужно перейти во вторую вкладку и теперь можно вводить отдельные команды. Пишу название оси А и значение угла поворота 90. Дальше скорость перемещения оси F 10000. Для поворотной оси эта команда означает повернуться на угол 90 со скоростью 10000 градусов в минуту. Повернулась. Теперь команда Z0F50, значит ОИЗ едет в координату 0 со скоростью 50 мм в минуту. Напомню, что 0 по Z это там, где я сверлил предыдущее отверстие. Теперь поворот в координату 180 градусов и сверление. И осталось еще одно сопло на 270 градусах. Все получилось. Станок настроен, можно повторить на длинной трубке. Так как это у меня скорее прототип, а не рабочие изделия, остальные детали будут из пластика. Сжатый воздух будет поступать в кольцевую камеру через верхний штуцер. Холодный воздух должен выходить через маленькое отверстие на торце. А в широкое отверстие будет вставляться трубка с соплами. Трубка будет проходить через весь этот тройник и образовывать отдельную камеру высокого давления с соплами. Напечатано ABS пластиком с 100% заполнением. Толщина стенок 2 мм. Внутренний размер специально немного меньше. Сделал из такой же трубки подобие коронки и подгоняю размер. Еще нужно расширить отверстие для выхода холодного воздуха. Делаю это конусной фрезой, периодически проверяя размер отверстия шестигранником с нужным размером. Маловато. Трубка почти собрана. Там, где должен выходить горячий воздух, будет регулируемый клапан с развихрителем. Развихритель это ребра на конусе. В статье написано, что с ним можно сделать трубку короче. Чем дальше его заводить в трубку, тем меньше будет выход воздуха с этой стороны. Перейдем к тестам. Клапан с горячей стороны пока не вставлял. На верхнем термометре температура окружающего воздуха. Остальное будем мерить термопарой. Подал давление, одна избыточная атмосфера. И видно, что почти весь воздух выходит слева. Меряю справа, охлаждения нет. Меряю слева, температура меньше на 1 градус. Но тут непонятно, то ли это погрешность термопары, то ли эффект дросселирования. Похоже, трубка сломалась, не успев поработать. А теперь самое интересное. Пробую медленно перекрывать пальцем левую сторону и мерить температуру справа. И в какой-то момент труба начинает работать. Температура идет вниз. Получается охлаждение на 10 градусов. Теперь можно вставлять клапан. И похоже на то, что палец работает не сильно хуже клапана с разыгрителем. Разница температур почти такая же. Дальше потихоньку увеличиваю давление. Пошла минусовая температура. Доходит до минус 8 и дальше давление не растет. Производительность компрессора сравнялась с расходом трубки. Выключаем. Температура постепенно растет. Пробую накачать ресивер и подать давление резко. Получается минус 9. Похоже пока термопар охлаждается, давление уже падает до 4,5 бар. Я конечно ожидал большего, но похоже рекорда сегодня не будет. Попробуем найти горячий воздух с другой стороны. Хотя я сомневаюсь, что пройдя вдоль алюминиевой трубки, там останется большой градиент температуры. Через алюминий тепло сразу же уходит в окружающую среду. Все-таки пару градусов есть. Так, впрочем, нагрелась и вся трубка. Дальше я заметил, что при высоком давлении воздух проходит между слоями печати. И решил пропитать пластик суперклеем. Минус 7, но если учесть, что в помещении стало на 2 градуса теплее, то результат не поменялся. И в конце отрезал от трубки третью часть. Короткая трубка работает немного хуже, но незначительно. А теперь объясню, почему на большом давлении у меня получились плохие результаты. Дело в том, что когда давление возрастает, камера высокого давления немного растягивается. И воздух начинает проходить между трубкой и пластиком. Причем снаружи еще полбеды. А вот тот, который просачивается внутри, явно не лучшим способом влияет на ветвевую структуру. Так что, кто надумает делать такую трубку, обеспокойтесь герметичными соединениями. Ну а мне за такое исполнение сегодня тройка. Я бы, конечно, заморочился и сделал лучшее, если бы видел какое-то практическое применение такому устройству у себя в мастерской. А так, для демонстрации эффекта достаточно и такой модели. На этом у меня сегодня все. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока!